Всем привет! Сегодня у нас интервью с уникальным и счастливым обладателем среднего формата с Родионом Рубиным. С ним мы уже говорили на этом YouTube-канале, но сегодня мы обсудим, как работают объективы Canon полнокадровые на среднем формате. Привет, Родион! Приветствую всех! Ну, расскажи, какой твой новый опыт и какие у тебя объективы? Значит, опыт у меня следующий. У меня была 63 мм 2.8, если это переводить на полный кадр, то это паутинник 2. Но потом я понял, что для моих задач, а именно для съемки портретов и художественных портретов, мне не хватает. 2.8 сильно большая диафрагма, задний фон не получается таким воздушным, как хочется, поэтому я себе решил усовершенствовать. И сначала я думал 110.2.0 купить, но потом, как раз в тот момент, когда ты выкладывал видео о переходнике объективов Canon на систему Fujifilm GFX, я подумал, что поэкспериментировать с линзами Canon будет достаточно интересно. И поэтому, после того, как я приобрел себе переходник фирмы Viltrox, я поставил первый, который объектив я начал использовать, был Canon 85-1.8. Потом он мне не понравился, и я себе купил Sigma 85-1.4 Art. Выбирал я 85-ки между Canon 85-1.4 со стабилизатором и Sigma Art, и мой выбор пал в сторону Sigma. А чем мне понравилась 85-1.8? Смотри, 85-1.8 у неё система фокуса, которая с беззеркалками работает, скажем так, хреново. То есть у неё постоянный недофокус, и я сначала думал, что проблема конкретно в моём объективе, потому что у меня она работала не только на среднем формате плохо, но и на Canon. И я подумал, наверное, у меня плохой объектив, его нужно отвезти в сервисный центр. И я сначала его возил в сервисный центр, там толком ничего не сказали. После этого я пробовал 4 разных объектива, в том числе новых 85-ок, и всё показывал один и тот же результат. И бэушные новые 85-ки, сотню-двойку я тоже пробовал, 51.4, и все эти объективы, они почему-то на беззеркалках нормально не работают по фокусу. Я не знаю почему, но это не только у меня. Я даже писал официальное письмо в представительство Canon, и они сказали, что они этой проблеме уделят своё внимание, но так они не ответили мне. То есть, в принципе, это ничем не закончилось. И поэтому я поговорил со своими коллегами, у которых беззеркальные камеры, и они мне сказали то же самое, что, к сожалению, либо L, либо Sigma, либо STM, либо RF работают нормально. USM-объективы, они по фокусу очень относительные, в основном там не до езды. И поэтому я себе взял Sigma. Выбирал я между 85-1.4 Canon и Sigma Art. А по покрытию, ну то, что полнокадровый объектив на среднем формате, как с покрытием? Ну, у 1.8 и Sigma Art, вот они отличаются? Если мы берём Canon 85-1.8, то у него есть небольшая виньетка по углам. Ну, не сильно хорошо покрывает, да. Но если мы берём Sigma Art или Canon 85-1.4 L, то они покрывают просто прекрасно. Там есть небольшая виньетка, но это виньетка в настройках камеры, там, где именно камера убирает автоматически виньетку. Всё это прекрасно в два клика убирается, настраивается. И ты работаешь, в принципе, неотличимо от родной оптики. Ты имеешь в виду на среднем формате с объективом Canon? Да, тоже есть функция коррекции вот этих всех виньеток, и аберраций, и дисторсий. Там всё это убирается в самом RAW. И ты потом это всё импортируешь в Capture One, и дальше работаешь с этим. А у тебя далеко он в руках, чтобы показать на Motorola? Вот, вот эта вот бандура, да, очень большая. Весит она 2 кг, потому что здесь объектив весит 1,1 кг, и ещё тушка 780 г. Значит, сразу, по поводу того, что на среднем формате фокус тормознутый. Нифига это не так. И, по сути дела, если вы берёте родной объектив, то скорость примерно одинаковая. Немножко ниже, но примерно одинаковая. Если брать неродной объектив, то из-за переходника часть скорости теряется. Но я сейчас просто покажу, как он против света фокусируется. Я не буду нажимать на спуск, я просто сейчас, потому как фокус работает. Вот сейчас он у меня в расфокусе. То есть, на ментальный фокус, и всё прекрасно. Никаких вообще вопросов не вижу. Смотри, значит, что касается точности работы фокуса. Почему я в будущем продам свой 85 1.4 Sigma и куплю себе 81.7 Fuji? К сожалению, по точности работы фокуса есть небольшие, но погрешности, которые мешают в работе. Он достаточно часто недоезжает. Им нужно очень правильно уметь обращаться, чтобы фокусировка была всегда точной. Это немножко сложно, потому что если мы берём беззироковки Canon и всё, что современное, там фокус вообще, ты не обращаешь на неё внимания. На Fuji нужно немножко всё-таки себя постоянно поднатаскивать и правильно уметь. Тут очень важно, чтобы ты либо центральным датчиком фокусировался, либо датчиками, которые по центру. Если ты смещаешься куда-то в периферию, то полнокадровые объективы, они рассчитаны на матрицу, которая почти в два раза меньше. Соответственно, если ты выходишь за вот эти вот рамки полнокадровой матрицы, то дальше объектив уже фокусируется, скажем так, нестабильно. Дальше. Фокусироваться лучше, конечно, на диафрагме 2.8. Вот на 2.8 он достаточно уже точный, у него уже почти нет погрешностей. Если на сильно открытой диафрагме, то, к сожалению, даже Sigma Art по разрешению не вытягивает такую матрицу. И детализация, скажем, портится. Более-менее хорошая детализация, она наступает на двоечки, лучше, конечно, на 2.8. Вот на 2.8 там уже сопоставимое качество с родными объективами. Ух ты. А скажи вот такой момент, в каком разрешении ты отдаешь фотки клиентам? Смотри, я вообще не парюсь над этим. Я просто ставлю в Capture One сжатие 50% и полные 50 мегапикселей отдаю. И люди это в Инстаграм выставляют. Я просто не хочу сжимать, особо большого смысла нет. И всё прекрасно, там фотографии сжимаются, полтора мегабайта каждая весит. То есть, но сила сжатия 50% это очень сильное сжатие. Да, но если нету каких-то супер полутонов и всего-всего-всего, то прекрасное качество. Ну, как бы ни на айфонах, ни на хороших мониторах ты не видишь артефактов. Артефакты бывают, если у тебя, допустим, ты снимаешь в студии, у тебя там серый фон, при этом один источник света. И вот этот постепенный градиент, он на 50%, ну, может быть, там будет немножко разрушен. Но если снимать на нормальном, хорошем свете, дневном, то, в принципе, у тебя всё прекрасно и никаких вопросов не возникнет. Ты рассказывал большую часть об автофокусе. Расскажи о картинке. Ты же сравнивал вот эту сигму на полном кадре, на среднем формате. Вот как отличается? Небольшая проблема. Я хотел ещё в октябре, я специально записал съёмку, сделанную на Canon и сделанную на Fuji, на одном и том же объективе. Но у меня, к сожалению, уже от Canon исходников не осталось. Потому что, ну, скажем, они гораздо слабее выглядят. У меня есть только одна хорошая ссылка в моём инстаграме. И вот там я показываю сырой файл от Fuji и сырой файл от Canon. Ну, разница, она очень ощутимая. Во-первых, по цвету, во-вторых, по тоналке, в-третьих, по тому, как работает оптика. Прелесть перехода на объективы Canon системы Fuji Film в том, что у тебя фокусное расстояние фактически 85, но из-за того, что большая матрица, у тебя получается 65 мм, то есть там уже обратный коэффициент 0,79. И не 1,4 диафрагмы, а диафрагма уже единичкой становится. То есть глубина резкости гораздо меньше. Но при этом 85, она свои оптические качества не теряет ни капелькой. Поэтому, в принципе, получается, чем больше матрицы, тем больше фокусное нужно поставить, сильнее размыть фон, и при этом качество только лучше будет. Единственная потеря на среднем формате – потеря света. Потому что, чтобы обеспечить эту матрицу нормальным, качественным, контрастным изображением, тебе нужно хотя бы диафрагму двоечку ставить. Я снимал на 1,4, но с 1,4, к сожалению, даже Sigma Art она не вытягивает. То есть родные будут вытягивать на 1,7, которые новые. Но вот Sigma Art всё-таки сильно софтовое изображение и сильно маленькая глубина резкости. Если глубина резкости на этом объективе на Full Frame при прочих равных условиях, допустим, 38 см, то на Fujifilm это будет где-то около 19-15 см. То есть глубина резкости реально гораздо меньше. И попасть в глубину резкости, особенно снимая поясные портреты или даже ростовые, это реально трудно очень. Поэтому один из аргументов всё-таки ещё в сторону родной оптики. Потому что там немножко переработана сама глубина резкости, из-за того, что, как мы знаем, та же Sigma и тот же Canon в 85-ке, у них будет немножко разный коэффициент зума, то есть немножко разное покрытие, немножко разная диафрагма. И поэтому я думаю, что Fuji как раз свою среднеформатную систему объектива переработала больше на то, чтобы эта матрица максимально классную картинку выдавала и с глубиной резкости, и с хроматикой, и с виньеткой, и со всем. То есть ты хочешь сказать, что даже в Инстаграме видна разница, на полном кадре это Sigma или на сервере. Конечно, да. То есть смотри, неважно, в Инстаграме или на большом мониторе, есть такое понятие, как тональность изображения. Вот многие люди начали говорить, что ты там про пятна говоришь, и какую-то фигню вообще несёшь. А смотри сразу. Я ездил к Илье Рошапу на много мастер-классов. Макуру Бекотто, Джерри Гионис, потом я читал Рудольф Арнхейм, Лапин, ну таких из основных. Но я понял, что мне этого всего недостаточно, и я решил пойти к искусствоведам и художникам, причём дипломированным специалистам, докторам науки, кандидатам, даже академикам по колористике. И они меня 4 года учили композиции. И когда я говорю какие-то вещи, да, это термины достаточно непонятные, но, допустим, есть компоновка кадра, да, это как ты смотришь в объектив, есть конструкция. Это то, как в твоей примерной компоновке уже будет отображаться смысл, композиционные акценты. Есть композиция, это то, что ты уже когда вот свой кадр начинаешь дорабатывать в фотошопе и выбивать те акценты, которые тебе нужны, чтобы у тебя были композиционные центры, да, то есть центры визуального внимания, когда ты хочешь сказать что-то конкретное в каждом фото. И я хочу сказать, что классные художники, известные на весь мир, Голливуд, разные деятели искусства, они все используют эти все приёмы, именно композиции классической, потому что картинка смотрится реально круто. И я считаю, что без образования можно фоткать, не вопрос, но всё-таки, если ты знаешь какие-то азы и нюансы, тебе гораздо легче прийти и очень часто из ничего сделать классную картинку. Ну, я образно говорю, конечно, подготовка очень большая идёт, но тем не менее, вот знание там форма, контур форма, работа света, абрисы и всё остальное, оно очень классно тебе даёт потом преимущество, да, когда ты снимаешь. Расскажи, у тебя это один объектив Canon на среднем формате или есть ещё другие? У меня есть 35-ка 1.4 Sigma, но я его почти не использую, потому что, в принципе, вот для меня классный кит, это вот здесь вот 85-ка, которая 65-ку даёт, и на Canon у меня 35-1.4. Я покрываю, в принципе, абсолютно все задачи и всё, что мне нужно. Если на средний формат я снимаю больше портреты, то на Canon я больше снимаю репортаж, что у меня RP-ха, там говорили ребята, что RP-ха не может там 1500 кадров сделать на одном аккуме, я проверил, может, если прошивка 1.4, если прошивка раньше или старше, то там уже аккумулятор гораздо быстрее начинает садиться. И если я снимаю на Canon, то это больше что-то очень динамическое, да. Если я снимаю на Fuji, то это как раз-таки художественные портреты, потому что Fuji даёт безумную проработку деталей теней и особенно деталей света. А вот если ты выходишь на солнечный день и бьёт прямое солнце, да, на Fuji можно добиться того результата с минимальной обработкой, когда у тебя детали светлого не пропадают и детали тени не пепельные. На Canon ты можешь либо светлую область передать хорошо, либо тёмную. Если ты хочешь устретинить, то у тебя, как правило, белое просто пропадает и становится одним пятном, а солидным 255, да. Ты его можешь гасить, но информация от этого не появится. И то же самое тени становятся пепельными. Здесь вот именно самое крутое преимущество, что при очень сложном свете, допустим, даже закатный свет, или там, ну вот, да, закатный свет возьмём, очень классная картинка выходит. Она настолько тональная, настолько объёмная, настолько перспективная, что все мои вложения, вложив в эту систему, я реально покупал, я ничего не знал. И люди, которые меня консультировали, в общем-то, ну тоже не сильно хорошо разбирались и не знали нюансов. Поэтому как бы я экспериментировал, я рисковал своими деньгами, но я доволен. Хочу тебя расспросить, что ты думаешь о новом GFX 100S? Охрененная тема. Скажу честно, с Fuji, в чём я облажался больше всего. Я его старался купить максимально быстро ещё в январе, потому что доллар был до 25. Я точно понимал, что доллар будет сильно расти, поэтому мне нужно максимально быстро купить этот фотоаппарат. Но купив его в январе, буквально уже в марте, он на 1000 долларов подешевел. Там была акция. И сейчас старые S и R очень сильно дешевеют. То есть, если раньше нового 4,5 стёли, то сейчас можно 3,5 купить себе классный новый фотоаппарат. Значит, что я считаю по поводу 100S? Реально, если бы у меня были бабки, я бы уже давно полностью перешёл бы чисто на среднеформатную систему. Потому что то, что там 16 бит RAW, ещё более широкий динамический диапазон, матричная стабилизация, нормальные функции по съёмке видео, ещё миллион всяких как бы вещей, она, конечно, да, даёт плюсы. Причём большие плюсы, существенные. Потому что, допустим, вот у меня EOS RP, и я не хочу переходить на что-то в фулл-фрейме другое, потому что меня он совершенно устраивает. А вот средний формат всё-таки там система поинтереснее. Потому что тональность другая, картинка мягче, пластичнее. Вот если фулл-фрейм брать, у него картинка очень контрастная, очень резкая. Хайлайты, как правило, пересвеченные, тени, как правило, убитые и сплюснутые. А на среднем формате вот эта разница, она меньше. Но при этом, если ты увеличиваешь объекты, то они контрастные. Ну вот я не знаю, как это называется, но реально работает именно так. И интересная такая система. Хотя, если руки не из того места, то, конечно, средний формат реально не поможет. Вот, любой камера касается. А то меня на канале не видел, я сравнивал Canon R5 и GFX 50S. Да, видел, да. Сразу тебе скажу один нюанс сравнения, почему это всё... Смотри, ты брал сцены, в которых почти пепельные тени, да, и очень сильные пересветы. Ты попробуй Fuji правильно настроить, выйти на солнышко, когда гораздо больше этих градиентов в светлых и тёмных областях. Включи правильные настройки и Fuji открою в Capture One, а Canon открою в Lightroom. Потому что, допустим, Lightroom для Fuji он не предназначен. Реально очень криво работает. И я тебе хочу сказать, что когда я снимаю и смотрю видоскатель Fuji, картинка классная. Когда я её открываю в Lightroom, это полная трэш, это полная гэ. А если её открыть в Capture One, то вот там, потому что у них подписан контракт, и они под Fuji, под Phase One, под Hasselbalad, под Sony, реально оптимизируют очень сильно камеры и софт. И у них такая классная связка, что картинка как на видоискателе, так и на дисплее будет одинаковая. Вот в Lightroom это не касается. В Lightroom каличина открывается, и того динамического диапазона, особенно по хайлайтам, там в принципе никогда не будет. То есть ты хочешь сказать, что в моём тесте я недораскрыл ещё средний формат, потому что Lightroom... Абсолютно, да, потому что там ещё куча настроек, и опять-таки самое важное это Capture One. Вообще вот, она работает принципиально по-другому с точкой белого, точкой чёрного, всеми этими микроконтрастами, но мне, конечно, Capture One очень зашёл. Я не говорю, что Lightroom это плохо, но я точно тебе хочу сказать, что Lightroom, он относительно оптимизирован под камеры даже Canon и Nikon, потому что есть родной Canon-овский и Nikon-овский софт, которые лучше свои рабы открывают, чем Lightroom. У Lightroom очень часто чего-то не работает. Вот у меня даже с RP была проблема, у меня точки белого при вытягивании в Lightroom и в старых версиях они нормально вообще не тянулись. Вышла новая версия, белый стал тянуться, как на R-ке, да, с такой же плавностью и столько же деталей начала появляться. А в старых версиях, ну там просто какашка выходила. А напомню вообще подписчикам, что ты снимаешь? А что я снимаю? Я снимаю, ну, разные вещи, значит, я снимаю, ну, если так вот по-нормальному, да, то у меня клиенты, депутаты там Верховной Рады и звезды, и какие-то знаменитости. Я снимаю семьи, фотосессии, свадьбы, контент для Инстаграма, какие-то репортажи, видео тоже снимаю. Короче, я снимаю все, кроме предметки и интерьеров, и животных, да. Вот примерно так, да. Противоположное мне получается. Просто видишь, общение, я очень люблю с людьми общаться, и мне снимать интерьеры, как бы я бы мог, но мне вот, не знаю, я просто работал очень много в Анталии, на побережье Средиземного моря, и я за три месяца снял, ну, чуть больше 500 фотосессий. Ну, конечно, немножко непросто было, потому что, во-первых, жарко, во-вторых, нет команды стилист, бутик, визажист и все остальное, поэтому, как бы, приходилось из того, что есть, но когда ты с таким количеством людей общаешься и находишь клиентов через разговор, то есть не через Инстаграм, а вот просто ты к человеку подходишь, ознакомишься, и через полторы минуты продаешь ему фотосессию, причем не просто фигню, а там за 100, за 150, за 200 долларов, потом люди с тобой меняются контактами, куда-то тебя приглашают, рекомендуют тебя, у тебя с ними классные отношения, ты с ними максимально, потом приезжаешь в Харьков и делаешь то же самое, и все очень классно, в принципе, получается. Хотя в этом году было сложновато, потому что карантин, конечно, 2020, он до марта великолепный был, после марта, конечно, падение просто грандиозное по продажам, по заказам, и сейчас вот только-только, вот после второй волны, как это называется, вот это вот, то, что до 25 января локдауна, сейчас более-менее все начинает так выходить примерно на показатели, там, примерно на показатели того, что было раньше, но нестабильно. А скажи, в Турции это в прошлом году или когда? Нет, это я 17-й год и 18-й год, да, я занимался, по сути дела, менеджер, то есть у меня продажи, у меня клиенты, у меня организация рабочего места, у меня съемки, у меня постобработка, и у меня три отеля, пятизвездочных, ультра. Блин, ты упал. Так бывает. Если бы у тебя был там средний формат, комфортно было бы с ним в тех условиях? Я думаю, что если какие-то вещи супер портфолийные снимать, там, где целая команда работает, там, где классные модели, проверенные модели, классные стилисты, бутики и так далее, классные визажисты, все продумано, там, флористы и все остальное, то, конечно, только на средний формат. Если просто такие вот сессии, которые поточные, особо смысла я бы не видел, потому что, но долго обрабатывать, и картинка как бы будет лучше, но в принципе, по большому счету, все-таки там, наверное, больше эмоций, ценятся эмоции, и что-то вот такое с морем связанное, с красивыми локациями, то есть, я не вижу смысла. Экономически, наверное, это было бы не самым таким целесообразным решением, и тем более всегда риски есть, там, песок, жара и все остальное, как бы, ну, камеру убивать смысла особо большого нет. Ну, а у нас, то есть, у тебя две камеры, вот скажи, как ты, когда ты берешь средний формат, когда полный кадр на съемку, ты сказал про репортаж на РП. Всякие очень быстрые репортажи, просто вот, все, все, что связано с репортажами, РП себе великолепное, просто вот автофокус, который, он сам все за тебя делает, ты просто нажимаешь на кнопку, и фотоаппарат делает автоматически классные кадры. Если брать, ну, вот, репортажи, это раз, видео, это два. Здесь классно, очень много функций видео, потому что в Fujifilm, там, в принципе, вот, у 50-х, нормальной видеозаписи, в принципе, нету, там режимов нету, и особо смысла, как бы, они это не проработали. Поэтому на Canon еще видео снимаю, и, может, на Canon еще снимаю, что-то супер динамическое, там, где не нужен большой динамический диапазон. То есть, вот, если я хочу какие-то контрастные сцены показать, еще максимальный контраст усилить, то Canon, конечно, прорабатывает это быстрее, и фокус гораздо проще, и картинка будет классная, да, если я хочу снимать что-то очень красивое, там, на закате, с целой командой, когда мне вот эти вот все тона, цвета, все-все-все это нужно, то, конечно, на Fuji, потому что картинка сильно отличается, и она более такая по градиенту, плавная, и по хайлайтам там просто сумасшедшая, столько информации, вообще свет по-другому передается, вот атмосферность появляется, поэтому, как бы, однозначно я бы не снимал в данный момент с моим переходником детей, вот, потому что они очень быстрые, их очень трудно словить, а тут просто вся проблема, если бы родной объектив, то нормально было бы, очень быстро, а вот с неродной оптикой, а, конечно, как бы, скорость подхрамывает, и точность подхрамывает, то есть, я просто не успею нормально снять, хотя с родными объективами я прекрасно снимал, и даже репортажи, и, в принципе, очень хорошо, особенно, когда ты потом картинку конечную смотришь, по проработке тех же хайлайтов, там просто бесконечная разница, то есть, я очень доволен. А вот ты по отзывам клиентам слышал, чтобы они замечали эту разницу, и говорили, что на острове информация? даже больше скажу, у меня постоянные клиенты, которые на Canon фоткались, я когда их на Fujifilm начал снимать, я чек увеличил, они такие, вау, да знаешь, ну сейчас вообще классно стало, вот классные были раньше фотки, но сейчас вообще супер, и я просто вот даже без отзывов, я очень часто вот людям показываю на две камеры картинку, на дисплейчике, и все вот однозначно выбирают именно Fuji, ну при правильных настройках опять-таки, поэтому да, разницу все видят, чувствуют, у меня там просто есть один пост небольшой в Инстаграме, там где я сырые картинки сравниваю с Canon и Fuji, но я хочу сказать, что Fuji-ковская картинка, она очень похожа на обработанную Canon, только она без обработки, это чистый RAW, а если ее еще довести по контрастам, по уровням, по всему остальному, вытянуть детали, и сделать ее объемной, потом еще Photoshop, то конечно, очень вкусно получается, и очень градиенты плавные, такая более пленочная картинка, и кстати, по поводу пленки, я выяснил, что средний формат цифровой, это очень лихая штука, и по динамическому диапазону, по всему, поэтому я считаю, что пленка конечно это круто, но по сути дела, вот с этими технологиями, можно просто безумно, по динамическому диапазону, по проработке деталей, и цвету, и всему остальному, в общем-то, можно с пленкой конкурировать, но здесь будет сложнее немножко обрабатывать. Ты упомянул такой нюанс, что полный кадр выглядит более контрастным, по сравнению со средним форматом, а скажи, есть ли у тебя опыт съемки на кропы? На кропы, ты знаешь, к сожалению, я последние лет с 2012 года, с зимы, не снимаю на кроп. Я не могу сказать, что кроп это плохо, я вообще абсолютно лояльно ко всему отношусь, и считаю, что технику нужно использовать, ту, которая тебе нравится, которая тебе подходит, и все остальное, но просто, хочешь не хочешь, чем больше матрица, тем лучше работает связка оптика-матрица, то есть, тем меньше глубина резкости, и тем больше воздуха, объема и детализация, ну все как бы на полном кадре, и тем более на среднем формате, она лучше. Я бы себе взял бы еще больше матрицу, но, к сожалению, они уже стоят там тысяч по 30 долларов, по 45, и светосила теряется, ну как бы пока еще, в данный момент времени, это нереалистично. Но вообще, я считаю, чем больше матрица, тем картинка будет более такой живой, и объемной, и мягкой по тональности, при этом с более такими сильными контрастами в плане деталей, но не знаю, как это объяснить, вот микроконтраст, наверное, называется. Вопрос в том, если ты, я имею в виду, вот Fuji, берешь, допустим, средний формат Fuji, и кроп Fuji для репортажа, потому что некоторые люди делают именно так, потому что у них получается очень маленькая легкая система, и полный кадр, получается, отсюда вываливается, по смыслу, ну ты не видишь смысла, да, в таком, чтобы репортажи снимать на кропчик, легкий и маленький. Ну может быть, ну у меня Canon, я как бы вообще совершенно не, ни о чем не жалею, мне очень нравится камера, и поэтому на Fuji переходить, который кроп, ну классная камера, ну просто у меня уже, как бы система Canon, с объективами там хорошими, светосильными, поэтому особого смысла переходить на Fuji, ну не знаю, как бы, ну, прикольные, но, мне уже как бы full frame, много лет по душе пришелся больше. Я понял, так у тебя что, только два объектива? 35-35? Да, у меня сейчас 35-ка, а 85-ка, я покрываю полностью все свои задачи, которые только можно, по самому я не хочу. И безумно обходишься? Вообще безумно обхожусь. Если мне что-то нужно, у меня всегда есть лорентал, там куча техники, хороший друг работает, я у него беру все стекла, но в основном у меня такой надобности нету, я снимаю фиксами. Так ты среднеформатные стекла иногда арендуешь или как? Нет, смотри, я сейчас вообще продал, я сейчас жду 81,7 по более адекватной цене, примерно может быть летом. Sigma я вообще продам, 85-ку, и 80-ку Fuji поставлю, тогда будет просто песня. Какая нормальная цена на Fuji? Ну смотри, у нас просто в стране как-то все немножко неадекватно продается, и у нас переплата долларов 400 наверно сверху за все, что есть. Даже вот ты смотришь там в Штатах, это стоит допустим там стекло 1100 долларов, у нас оно 1600, 1500, 1400, ну какие-то цены вообще неадекватные, поэтому нужно подождать, чтобы предложение на рынке, оно как-то уравновесилось и потом уже покупать. Потому что что-то сейчас вот сразу резко новое покупать, уже как бы опыт научил, что не сильно стоит. Да, меня тоже с R5. R5 это, конечно, крутая камера, да, но, блин, они так цены на нее задрали, просто сумасшедшая. Ну, она умеет многое. Я же не говорю, что она плохая, я говорю, что у нас розница, ребята, которые продают, они такие цены сделали, что просто, ну, на Западе, по-моему, долларов на 400, на 500 дешевле стоит. Так, ты не назвал цифру на новый, сколько он, 80 или 85, 1,7? По чему он очень? Специально стоит 2,200, ну, 2,300, 2,200, но он будет стоить у нас, я думаю, 2,700, 2,800, а то и 3, свободно. А еще не продается? Еще не продается, они только вышли, да. А вот по длине фокусной ты не смотрел? Ну, типа там 110, неудобно, смотри, даже 110, это 85 на фулл фрейме, неудобно работать, ну, на улице, да, можно, в помещении вообще никак, в студии, да, можно, но опять-таки, 65 миллиметров гораздо удобнее фокусная для работы, для общения с людьми, чем любые 110, там 130, 150, ну, я не люблю большие фокусные, большие фокусные прикольно, если ты там, вот я когда за границей работал, там, да, конечно, 70-200, да, вытягивал, но так вообще, мне нравится 85-ка. Ну, я вот, я приведу пример, я когда тестировал средний формат, у меня было 63, вот то, что у тебя, и мы на него, да, 63, пробовали снимать крупный бьюти-портрет, вот, когда у тебя в кадре лицо так целиком, очень, он как ширик, он сильно растягивает, то есть, если хочешь снять крупный план, нужно подлиннее фокусная все-таки. 85-ку поставил, никаких вопросов, уже не будет никаких искажений, потому что 85 миллиметров, это уже объектив, который, у него отсутствуют все вот эти вот, бачкообразные растяжения, и всякое такое, а еще больше, ну, имеет смысл для каких-то совсем лицевых, но, я не люблю большие, я не люблю бегать, мне нравится максимально близко быть к человеку, то есть, 50 миллиметров для меня, 50-65, это вот самое оптимальное, 85-ка, правда, очень неудобно, и оно того не стоит, лично для меня. А ты не задумывался через переходник надеть среднеформатные объективы, вот, Mamiya, которая 6х4х5 на матрице, но еще более среднеформатные? Ну, там же нету этих самых автофокуса. Да, без автофокуса. А ну, без автофокуса работать, я работаю без автофокуса, ну, я работал иногда, в принципе, терпимо, потому что камера современная, но, блин, когда есть автофокус, зачем париться, вот это вот все дергает, ты столько времени теряешь, столько внимания теряешь, столько вещей в голове просто теряешь, поэтому, как бы, для меня автофокус однозначно лучше, хотя ручной, в некоторых случаях, да, дает такую своеобразную интересную картинку. Просто над средним форматом, ну, я изучал тему, есть спидбустер, чтобы одевать более среднеформатные объективы, так сказать, на твой средний формат, то есть он тебе даст еще больше вот этого. Не знаю, я знаю только одного человека, который, Балыгин, фамилия у него, Николай Балыгин, по-моему, он в Москве живет, у него есть 645-й контакс, Карл Зейтс, двоечка, 80-ка, да, и вот он ее ставит на Fujifilm, говорит, что все хорошо работает, но я лично не сталкивался, и как бы, особо большого смысла, и не вижу, потому что, в общем-то, Sigma Art, она дает очень хорошую картинку, ну, немножко хроматит, но хроматика легко убирается, а по всему остальному, в общем-то, неплохо, особенно если ее до двоечки прикрыть, то там уже появляется солидно все. Ну, я сейчас говорю именно об ощущении глубины, потому что там ты можешь из 85-ки получить вообще 40 мм, потому что у тебя будет обратный крок еще больше со спидбустером, ну, уменьшится. я понял, не, вот правда, вообще, этот вопрос не изучал, поэтому ничего не скажу, вот, наверное, да, но я просто не сталкивался с этим. Ну, это вот тебе и идея интересная, и он стоит что-то долларов 600, не автофокусные, просто за стекляшку с периферником. 600 баксов, это, честно, зачем? А потом ты туда покупаешь еще дорогие, ну, как, Мамея, в принципе, недорогие объективы, то есть, которые на средний формат 6х4х5, и ты получаешь вообще супер объем, такой супер средний форматный, но цифровой причем. Может быть, не сталкивался, поэтому ничего не скажу. Ну, я вот просто сейчас играю, что у меня объективчик Мамея, недорогой, ну, относительно, там, сколько он там, 200 долларов, но на полный кадр одел, ну, прикольно снимает, очень мягкий рисунок такой. Вот Sigma Archie, мне твоя не нравится, она очень контрастная сама по себе. Не замечал? Да, ну, я тебе хочу сказать, что сравнивая их притык с Canon 85-1.4, ну, как бы, правда, разница мизерная, и если сравнивать Sigma, то ее ближе к RF-ке 1.2 сравнивать, потому что, в принципе, она по разрешению, по всему, она ближе к RF-у уже, но только цена, как бы, она гораздо дешевле, поэтому, соответственно, дорогие стекла уже, ну, нету, понятно, что нету той переплаты, вот за которую ты реально готов вот деньги отдать, потому что ты чувствуешь, что качество усилилось. На самом деле, разница достаточно мизерная, и опять-таки, Sigma-то можно потом в конвертере, там, в том же Capture One немножко менее контрастно сделать, и все прекрасно. А если ты снимаешь всю серию, просто вот, либо Canon, либо Sigma, если не сравнивать их, вот, бок о бок, то ты никогда не поймешь, что снято на Sigma, что на Canon. Ну, очень похожие картинки, правда, вот безумно похожие, и, ну, Canon мне немножко больше нравится, но, это немножко больше, она не оправдывает, там, 600-2000 долларов разницы. Ну, RF-тэш не сможешь одеть еще, он, нет переходника такого. Переходники не вышли, и нужно ли, потому что за такую цену лучше купить себе родное стекло Fuji, и поверь, но, оптически, оно будет, как минимум, не уступать, а, в целом, поинтереснее, потому что разработано на более большую матрицу. То есть, в плане апгрейда у тебя дальше план именно на стекло, то есть, тушка уже та, что есть? Родные стекла по фокусу работают все-таки лучше, хроматики там нету, виньетки там нету, и на разрешение они действительно рассчитаны именно вот этого большого сенсора, поэтому, в дальнейшем плане, да, но в целом, в принципе, можно работать на каноновских линзах, хорошая картинка, с фокусом просто немножко вредно, там, не всегда попадание есть, и нужно научиться им пользоваться, но так, в принципе, я доволен, просто доволен. Но что касается хроматики, мы что бы понимаем, что, блин, ну клиенты же этого не заметят, даже если... Да, не заметил, даже виньетку не заметил. То есть, это больше чисто для фотографа, вся эта тема? Да, да, да. А скажи еще, ты печатал свои фотки со среднего формата? Еще нет, смысла нету. Ну, сколько лет ты снимаешь на него? Ну, уже больше года получается. Ну, вот что-то, ничего не печатал, и особо желания, как бы, нету. Ну, может, если будут какие-то такие, прямо там, вот, задумки у клиентов, то, конечно, буду, но вообще, в принципе, я кайфую от того, какая тут тональность, какой цвет, с кем тон, плавность картинки, вот я от этого кайфую, и достаточно. Ну, важно же, на чем ты это все смотришь. Ну, да. Одно дело на мониторе, другое дело в таком размере, в распечатанном виде. Ну, да, ну, я тебе хочу сказать, что, в принципе, даже на первом ПТК, если печатать по правильному, то можно очень большое изображение получить. И если ты будешь смотреть на это изображение с большого расстояния, то ты никогда не догадаешься, что это первый ПТК. Только если ты подойдешь притык рассматривать, то там уже, да, ну, у нас же зрение устроено так, что чем дальше, тем меньше мы видим пиксели. Поэтому... Ну, мне просто интересно, в какой среде ты чаще всего смотришь свои фотки? В Инстаграме с телефона или как? Нет, на мониторе. На мониторе? Да. Ну, в принципе, то, что я выкладываю это в Инстаграм, это абсолютно нормально, потому что куча среднеформатных и пленочных, и цифровых фотографов, очень крутых, очень раскрученных, с очень большими чеками, они все это выкладывают в Инстаграм, и у них миллионы подписчиков, этих сотни тысяч лайков, и люди тащатся от этого, видят разницу, и поэтому, в принципе, я для себя тут вообще никакого вопроса не вижу. Ну, знаешь, я вот тебе скажу, что я подписан в Инстаграме на FaceOne, и я тоже, даже в Инстаграме я вижу, типа, вот тона, то есть как оно там классно прорабатывается. Да, картинка просто пластичнее. И причем, даже дело не в том, что ты можешь тени на полном кадре вытянуть, там просто информация больше. Просто другая картинка, вот если брать, утрировано, то Canon, или там Nikon, не важно что, это китайская копия среднего формата, Fuji, да, ну Fuji, не важно, потому что то, как прорабатывают эти камеры, картинка совершенно другая, вот она гораздо приятнее, гораздо, вот, она втягивает, ее хочется смотреть. с полным кадром все-таки пока еще достаточно такая каша. Из-за того, что сильно большие контрасты, у тебя теряется тональная перспектива, и многие пятна, там, контурформы и формы, они начинают работать, не так, как видит твой глаз, а так, как устроено восприятие по контрастам. То есть максимально контрастные объекты, они сразу выходят вперед, да, поэтому тут как бы такая проблема, что хочешь не хочешь, но пока еще даже при обработке все-таки ты не получаешь такую картинку приятную, мягкую. А скажи, с импульсным светом в студии ты же работаешь? Только на Canon. А на Fuji нет смысла. То есть только с естественным освещением есть вот эта разница? Я же, смотри, если брать импульсный, то будет разница только в детализации. Ну детализация там, ну может немножко проработка она и будет, и по скинтону, и по всему чуть-чуть приятнее, но по большому счету, ты не увидишь там прямо такой большой разницы, если свет, вот именно резкие перепады, да, вот именно, ну сильно такой грубый свет, вот именно студийный, особенно если в низком ключе снимать, ты не почувствуешь. А вот именно когда ты приходишь, и естественно вот эти вот плавные градиенты, там конечно да, разница будет сильно большая. Я тебе даже больше скажу, что если я снимаю на Canon в пасмурную погоду, или при плоском свете, да, при свете, в котором почти нету теней, то в принципе разница она, ну как бы есть, но она не сильно большая. Ну нельзя сказать, что вот за это можно заплатить там еще столько сверху, да, а вот если снимать именно при естественном свете, особенно когда вот эти вот яркий задний свет, все вот эти вот переходы хорошие, такого именно солнца, света, именно хорошие такие сильные переходы, то там конечно да, разница будет очень приличная, без обработки. Ну а по солнцу вот скажи, если снимать в полдень, или если снимать перед закатом, вот как быстро информация? В полдень тоже можно, в полдень я снимал, и все прекрасно прорабатывается, то есть я никогда такого не видел, но картинка реально конечно получается вау, то есть если ты снимаешь в полдень, то у тебя все хайлайты, даже если человек в белой рубашке, они присутствуют, и при этом тени, даже если они там где-то в каком-нибудь подвале, и так далее, они тоже прорабатываются, но это как бы глупо, все равно пластики там не будет, и в 12 часов дня никто не снимает, ну и здесь какие-то крайние меры, а вот именно ближе к закату, там конечно да, там вообще песня, очень приятная картинка, и по цвету, и по контрасту, и по проработке деталей, прямо разница очень сильно видна. Ну а скажи, а свадьбы на полный день ты снимаешь? Я тебе хочу сказать, что с 2000 вот этого карантина, который был в марте, я пока еще вообще ни одной свадьбы, уже за целый год получается, вообще в принципе не снял, у меня такого никогда не было. Раньше снимал, сейчас вот уже почти год у меня, по свадьбам почти нету заказов. Так на средний формат ты не снимал полностью свадьбу? Свадьбы нет, фотосессии да. Ну а взял бы ли ты эту камеру на свадьбу на весь день? Смотри, конечно бы взял, если это была бы сбора невесты, прогулка, какие-то художественные моменты, там да. Если речь идет о репортаже, то, конечно, это лучше сделать на Canon, потому что хочешь не хочешь, но репортаж, у него нету такой вот ценности прямо большой в плане художественности, в плане там обработки и всего остального. Там достаточно просто хорошие камеры, и у меня нету таких запросов. Скажи вот напоследок аудитории, что ты мог бы посоветовать? Стоит ли копить деньги на средний формат? Или все-таки сидеть на том, что есть? Я хочу сказать одно. Если ты такой шебанутый, как я, то стоит. Если у тебя больше какие-то приоритеты коммерции, зарабатывания, то есть я хочу сказать, что если ты классно умеешь выстраивать маркетинг, общаться с людьми и правильно позиционировать и зарабатывать, и ты умеешь из этого сделать бизнес, то неважно, какая у тебя камера. Но если ты еще ценишь вот именно эту художественную составляющую, если ты ценишь тональность, плавность переходов, классный скинтон, классный цвет, то, конечно, стоит. Но тут как бы все зависит от того, насколько человек двинутый этим и насколько ему это нравится. Поэтому я ничего посоветовать никому не могу. Я себе купил, я потерял на этом тысячи полторы долларов, потому что вот эти вот все моменты с удешевением и всем остальным, но я очень доволен. Для меня это действительно вот именно опыт владения этой техникой, он абсолютно уникальный. Она совершенно не так работает, как все, чем я снимал раньше. Ну что ж, спасибо тебе за интервью. Будем прощаться. Да, будем прощаться. Всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok